все они начали все отлично блять стандартная пистолетка у них нет контакта но честно говоря вот мне кажется что пивной склад так сказать посильнее его чисто индивидуально но как будто дожирает наконец-то вор в законе пачка и находится это легкая пистолетка получилась да получается так осуждаем чате то что написано это вот эти вот кибер спортсмены как уже зажрались нет и они не видят что ты к сожалению не видят ну ладно он интересная подсадочка на бедут мутится до ларгус 1 и 5 2 оба на миду дал ну слушай если бы будут играть кистина могут и не прочитать но костяна решила в целом костяна решила не выходит спокойно заходит это сейф для команды дцп или как там вообще ни одного девайса даже не выбили это не очень хорошо поэтому удачника никита и по счету а чё блять с никнеймами 1.5 1.6 я тоже не очень понял ну это ладно не ну это ладно это я понял я не понял почему а дачник видимо это я не пью да это дачник пока что пока что не летит у данилы так сказать ну костяна прочеки от б он еще не знаю что ладу ларгус его ждет кстати сейчас неплохая может прилететь ай-яй-яй хорошая хранит кистина ну смотри сейчас уже принципе перевернули немного больше шансов да и т.п. костян справляется так тут мид контакт будет сейчас ой 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 ну все тут принципе можно сей подходить но это же команда пиво как бы тут не спит походу первый фраг находит ну костяныч ну просто сделать транс сначала вообще в принципе как бы удачник сидит на 367 урона ну давай посмотрим за его играть интересный интересный закупу команды пиво как бы там есть а в.п. мак-10 диггл такой вот закупы два калаша играбельно да ну просто интересно что воробей решила покупать уже как бы 50 процентов здоровья теряет нет в этом раунде не играется делается так сказать сплит под б возможно датчик найдет свой первый фраг но тут так и не видно и дачник первый фраг хочется сказать что он оформил трепачок но пока только двоих сейчас надо поедет он получит сейчас третий будет я уверен тревога трепачок да это это три полкил отдачника но я говорю как бы быстрые раунды получались команды пиво вот тут когда уже побольше гранат пиво, ну да инициатива переходит так сказать а теперь если у ВВП в окне это очень плохо для пивных не плохо а в ВВП в окне не будет нет это датчик он сказал что ещё вроде в окне больше два средства готовится вас тут выход под Б оооо чекает на поздних таймингах все-таки ему это удается что же было делать командный игрок даун икси отлично продал всех тиммейтов сам решил не улететь небольшая информация по поводу игрока в треводника на виду 1 девайс виду уже уже неплохо интересно сколько ножей будет за все три карты если вообще три карты сыграть потому что я думаю что желание кого-то зарезать какого-нибудь сами например хотя он не с ильей ого находит вот это было сильно нападали то лицевых вот на миду еще интересный смог хочется сами сами крадется крадется александр сейчас будет контакт коннектор хорошо минус дачник прощает райана костинга по ей ну тут тут есть инфа что один шорт и кт из инфа middle выходит забирать тянулись костяныч забираю тут уже прибежал тут тяжелая ситуация невероятный килл от пола нас 1 и 5 жалко что не 2 ну как-то пока что пока что неплохая кстати даже играем сказал а что равное ну рокси рокси в ебало по-моему только и получают хотя 70 процентов голов вот неплохо для ксифана между прочим роксифан это профессиональный игрок валорант посмотрим в этом раунде за его игрой за его мувментом грамотный прощек занимает мидл команда атаки и еще под под бэпсы смещаются вандер выходит саня находится килл в окне мид заняли планирует выпадала ходить проксифан создает спейс для своей команды не дает игрокам команды пиво пройти коннектор их я-то ускорился че залагал не-не-не просто ты так выдал по тарапу зачитал посмотри там в окно запрыгивает део матис и сейчас будет контакт ой-ой-ой и получает в лицо в лад не размениваться входить на кт грамотная хаятка стена да на это выход б сейчас сами все прочакать скажет чтобы чисто а пачка лежит на миду да пачка лежит на миду у коннектора перестреливать так происходит и все один в один 30 секунд легенда и легенда пиво легенда осу так и тут слышит кирилл александра и забираем это квадрокилл кирилла хороший рамп на него и и пока что кстати на удивление двоих 13 фрагов уже сделали вот так вот саша пишет аристах майбаха что же он имеет аристах майбаха аристарх да нет невероятная игра так скорее всего данил дачник найдет для себя фраг в миду так и есть но тут интересно поропеться в павьями при этом три человека бэпсы зажимается игроком по миду думаю андр щас будет чекаться да значит убивает андр делается невероятный килл дачника пишет что он тревоги когда перед игрой мы водники осуждаем кстати да тут падавая ситуация на самом деле две стороны атаки хотя в принципе как бы есть калаш и ствб если сейчас вот тут бэпсы кисина я прочитаю как будто можно убивать чела на тв и типа двое почему-то игроков тут время на стоит афк возможно у него какие-то проблемы соединения мне кажется просто под пивом под пивом тут выход яма плюс палос кт убивают убивают головы 22 ситуация платить собачка дефолт есть инфа кт пропрыгивает берет девайс но много-много времени теряют никакой инфы не собрали потерялся чуть-чуть на карте понимать что есть кто-то пт невероятно берут раунд невероятный был наверное 24 24 берут раунд полтора это разгон до сотки пишет лада ларгус но мы поверим на слово наверное он имеет это полторы минуты но при этом как бы смотри да экономика тяжелая для обеих команд принципе потому что такие качели по раунду находит для себя open фраг в миду ни один из игроков жесткая флешка дачника на мидал тут но опять бэпсы играют тут connect происходит такой under 2 идут убивают под b2 под пакела находит тут все но можно принципе за сами дебютом дробовик может быть какой-то килл найти сделать саня промокился в ладаре от дачника что он ставит это дачник это дачник и старик только что я так думаю выиграл раунд уникиты 500 пинка к слову просто отдают осуждаем то что написано в чате осуждаю кстати да осуждаем максимально сейчас секунду я вернусь а и и и и и и и и так возможно следующий игре надо будет либо замену там провести либо там никита сказал брендмауэр тебе надо отключить чтобы так спинк скакал так у меня брендмауэр так отключен отключен ну тогда надо будет замену наверное делать принципе там димон не получилось у команды игрокам ну вот вот даже спинком как бы враг находит для себя я так думаю у него просто на втором мониторе открыт валорант и предпочтение отдается другой ну да любитель сыграть одновременно и фкс и балорант нежели контер страйку опять это выход готовится от команды пиво но это прям быстрый выход сейчас будет и кстати костян с по 90 сейчас можно но по хорошим сейчас может жесткую приемку устраивать хорошая найда конечно а я а я али прыжки убивают тоже он делает костяныч костяныч просто монстр костяныч убийца еще ха яшку хорошее прилетает ловит игрок команды пиво семён делать хороший опыт для выхода в сайт какой нахуй вообще грязь сделать еще два выхода б и костяныч принимает вообще спокойно да каст в раунде сотня но по моим скромным подсчетам так размениваются девайсами игроки команды дцп какой команды осуждаю на всякий случай идет для себя искать вопанную в яме даниил дачник ничухин дает флешмидт отрезается выход из ковров ладил аргус ой 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 по яме хаешка пала залетает хорошая смачок туда же не ну пока как будто нет шансов совсем но не стоит забывать о проблемном роксифане да да но пока пока кастян так играет как будто как будто вместе с дачником они могут неплохо разваливать неплохую позицию занимает игрок команды дцп какой нахуй цп орк орк я извиняюсь ребята команда называется орк никитоса приговорили ой 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 воробей два хэдшота ставит третий хэдшот тут мидал уже не получилось убить но опять опять переворачивают рам это вот круто на самом деле минус 4 уже воробей делать тут кастя ну кастяна мы знаем как клащ воробей нет ой ой поебалу ой 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 ты прикинь если бы он сейчас застопил этот молотов убил воробья и пошел бы раздефал невероятный невероятная игра никогда такого не было ни разу такой игре не видел итак как будто кстати пацаны вот команда пива сейчас какую-то тактику жесткую придумывает если честно как я поможена по контактам не похоже похоже на то что они билят дико и откинули а они делают видимость разыгровки мида и это работает аааа аааа на самом деле они как бы ну гениально реально делают ну я понял а че происходит почему ставится пачка до фолк находится первый фраг в зиге ну тут разбираем просто ну это нт это было очень хорошее начало для команды орк 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 одинокие родители кости наверно такой хотел сказать ну так тоже ну была поставлена пачка это значит что можно делать 2 армор голилл дачника лошь Дропает калаш Кирюхи. Интересно. Есть инфаштамид, никого нет. Невероятный хэдшот от стариков. Находит килл на А. А я им тут 2 не читалась. Да, тут тяжело. Ну, кстати, девайсы до сих пор на руках. Нет, ну всё тут. Тут можно и подсадить калаш. Ну как будто бы найдёт для себя килл в окне. Нет, этого килла даже не будет. К сожалению, не был ранее поставлен прицел. Так, ну... Там, наверное, в принципе, можно пистолеты закупить. А, или вообще... Паупай делают. Зрони играют миддл, мне кажется. Миддл там... Пока что не АВП, а АУК. Невероятно, в ЕПЛИКЕР получили. Есть шанс перестрелять. Наконец-то убивают в БДГ своего оппонента. С шестью хп разменивается. Сдачник. Разменивается у Ростефана. Тем временем... Костян, пьяный. Вот только сейчас джангл подходит. Пустой сайт для Костяна. Ну тут шорт джангл. В принципе... Костян, как пекает, как убивает. Это ситуация 2 в 1. Пачка ставится. Хорошая пачка. Но сейчас, если умирает дачник, то шансы есть. Есть смок, есть депуза. Если этот смок не будет потрачен пустую. Но дачник не прощает. Невероятный... Спрей-контроль от дачника и невероятная сенса от игрока команды Пива. Я думаю, что MVP... Там только что... КТ-сторона купила 2 АВП. Решили продать. Занимается окно. Что дает? Уже пил от дачника находится. Кто дает это зверь? Еще и по воробью. Кто дает это зверь? Горосливое начало раунда для атаки. АВП в окне, значит, не читает. Но по таймингу ему везет. ВП не успевает его пикнуть. Есть инфа, что это кон. АВП смотрит. Отходу джангл. Пустой сайт для команды. Все, есть инфа по андер паласу. Его убивают. Не, ну тут... Тут пацаны даже без дачника должны забирать раунд. Только очень долго пачки не ставится. По тихой проходит игрок команды пил. Тастян делает еще один килл. Пачка ставит. АВП плюс КТ. Первый фраг, если она ходит, кендай гет. Нашиваю от второго игрока команды ворк. Находясь на второй килл. И дело от третьего игры во раунд. Блядь, невероятно. Не, ну. Невероятно. Я даже не знаю, как это комментировать. Это Миша? Это Михаил? Ээээ... По-моему, да. Део Некси это, по-моему, Миша. А, Део Некси? Вроде да. Или нет? Нет, Део Некси это Семен. Влада Ларгус, Саня. Део Матис. Неизвестный. Део Матис, да. Неизвестный. Део Матис это Миша. Это сто процентов Миша. Три килла. А, Део Матис, Миша. А, нет. Део Матис это Илюха. Тогда, тогда Миша это вот. Хуй дай гетс. Ладно, тем временем готовится атака на Апленд. Рокси фан опять страдает пингом. Ого. 1234 пинг. Байтит игрок команды орк. Тут как будто готовится выход по да, но подастся три человека. Внешка дается внешка кон. Находят килл. Команда пива. Хороший мотор джангл. Убивают головы. КТ дачником занимается потихоньку. Но. Получается. Твой КТ м, вот играет. План у нас 1-5 не прощает. Ситуация 2 в 2. 2 в 1. Так, Райан Гострик. Стреливает. И с РФП остается. Да, ну и тут. Боробей, в принципе, выигрывает с ол раунд. Здесь за МВП матча борются. Ланосу я не пью. Получается так? Наверное, next катку могу я вместе с Никитой, чем я получше был с пингом. Почему у Никита такой пинг-то? Я же не понимаю. А я не знаю. Я не знаю. Но при этом он лучше Илюхе идет. Медленно она так на Б сайт готовится от команды Пиво. Но ББ с контактом будут, наверное, играть. Да, так и есть. Один человек еще играет. Под А. Никита. Подсадка. А, ну Никита, ты. Подсадка от команды Пиво. Которая, скорее всего, не прочитается. Ой-ой-ой, да. Ну тут, если выход Б будет, это, конечно, будет грустно. И команда Атаки. Пачка будет ставить дефолт. Не чекается. Пачка убивается. Но быстро находят размен команды игроки Комодорк. Ну тут 1-3. Находит килл. И вот тут. Если выиграть дуэль. Нет. Не оставляет шансов угроза. 10-8. Невероятный факт про воробья. Бля, ты все-таки написал, да, что-то? Нет, я ничего не написал. Невероятный факт про воробья. А их нет. Вот, ничего в голову не приходит. Тоже верно. Ничего в голову не приходит про данного игрока. С чего бы он борется за MVP матч, если про него не хуй сказать? С другой стороны, у нас удачник. Но он как Донг. Был ноннеймом, станет кем-то. Чайный пьяница, любитель котов и домашнего лимонада. Пакета из пятерочки. А еще он любит мурлыкать в дискорде, но делает это всегда непроизвольно. Ооо, как же он ошибается, как же ошибается, старина. Тут по деньгам все тоже грустно. Команда атаки будет. Да. Но следующий ран будет также за командой пива. И похоже на то, что первую карту забирают игроки команды пива. Ну, матч такой был. Очень много переломных моментов было. Думаю, может, сейчас тоже что-то произойдет. Если побольше девайсов, сейчас вот выпить. Вот первый девайс. Опять же, 900 долларов на руках только было у Деоматиза. Но не стоит забывать, что это, так сказать, underdog этой команды. Да, да, понятно. Ну, лучше бы, например... Я думаю, все равно надежда есть. Смотрелся бы лучше выбитый девайс, например, для Ланос. Лол хп оставляет. НТ, НТ. НТ для команды Орг. И больше всех денег получается у Шолда. Но сможет ли он раздать девайсов своей команде? Нет. Очень тяжело. Происходит игра для Роксифана. На поздних таймингах занимается мид. Или не занимается. Да, я ходе страдает. Готовится давать на еду игрокам. Дальше находит килл. Никита с глоком выбегает с ямы. Дает инфу под шангу. И вот тут тяжело будет. Удачник. Сейчас хорошая хаэтка стена может залететь. Нет. Чуть-чуть. Чуть-чуть пирамиды надо будет. Может, смоком на шорт. Ну, и тут парни выходит миддл. В принципе, занимает его. Костяна дает информацию по соперникам для своей команды. Два человека стоит под А. И один под Б. Не считая шерта. Ага, нет человека в окне. Бояться за окно. Тут шорт чекает. Бэпсы. Ну, правильным решением было бы выйти в Б. Но они выходят под А, где очень хорошая позиционка у стороны защиты. Должны убивать... Размен. Еще находят пил. Тут воробей. Не должны отдавать. На КТ. Боже, как же они его прощают. 11 секунд. Это 12-й раунд для команды защиты. Команды пива. И, в принципе, решающий раунд остается. Не знаю, что произошло с командой ворк в моменте, когда они убивали его по скота. Да, есть момент. Ну, бывает, бывает. Так, а вот приберется Кириллом вором в законе Ширгиным. И будет, наверное, найден килл в яме, по первой респе. Отрезает его мотовым. Ланос. Тут тяжело быть. Понимает, что... Невероятный прострел от игрока команды пива в коврах. Ну все, дачника. Дачника нет. Дачника нет. И, скорее всего, на Кромском Тильте. Тут сейчас будет найден килл по Кистину, по Никите, скорее всего. Райан Госник. Бивает дефолт. Ну, тут воробейся, ВП. А Костян-то проходит в КТ? Ну, прощает. Проходит в КТ, да, но... Ну, тут пачка просто дефолтится, и все. Это победа на первой карте для команды пива. Поздравляем. Поздравляем команду пива. Поздравляем их с первой карты. Он, так сказать, первый. Мне очень хочется посмотреть за игрой моего любимчика Курю-Бананы. Угу. Ну, он бежит второй мид. Второй мид. Второй мид сплетуется с... С игроком из ямы. Смотри, там банан поджимают, да. Собрали информацию, и один ушел. А два... Два остальных поджимают. Находится первый фраг. На втором миду. А банан-то уже поджали, и вся информация не есть. Невероятно, дуэль. Я думал, так рано не ожидают в спине. Или ожидают. Есть информация о двух по двум спине, и одному в сайте. Нужно в сайте чего додавить, который нам в песках. К сожалению, лагает сетевой код у Аристарха Майбаха, и он не в состоянии штужу. Чтобы не происходило в этом раунде, команда Орк забирает его, эта пистолетка. Но, к сожалению, без поставленной бомбы, без лишних 300 долларов на условный смок. Да, но мне интересно, как купится команда пива. Потому что сейчас в метео закуп на втором раунде, а на третьем фулл эко. И они все-таки закупились, да. Три ППшки играют. Три ППшки мы видим у команды пива. Да. Занимается опять яма. И также была попытка продавить банан. Со стороны игроков команды пива. Део Матис идет на информацию. И умирает. И находится в пазорной смерти. Хочу, кстати, подметить, что Део Матис купил себе ничто иное, как Зевс. Который, между прочим, с последнего обновления имеет такое свойство, как перезарядка. Да, да, да. 30 секунд. Разменивается, так сказать. И что же будет делать Хуйдай Гетц 1.6? До него молотом, слава богу, не доходит. Да, везет, везет молодому. Рожден в рубашке, как говорится. Ну и ситуация... Но не точно это выбивать не будет, ему нужно убежать подальше. Потому что на этой команде... Ребятам главное сохранить девайсы. И если Хуйдай Гетц 1.6 не уйдет, то, к сожалению... Но ему уже нужно убегать, потому что на этой карте радиус... Взрыва невероятно большой. Взрыва, да. Невероятно большой. Находится фраг для игрока команды FIVA. Но, к сожалению... К сожалению, для него... Он еще похоронился благодаря себе двух игроков команды Орг. Это правда не дал им засынить. Так. Кури Банан и покупает ССГ. Будет файтиться в Мидле. Будет просто его отщепить, скорее всего. Но Мидл там никто особо не играет. Максимум... А нет, смотри. Играют все-таки. Невероятная тактика от игроков команды FIVA. Втроем занимают Банан. Я так понимаю, что это какая-то новая разработка. Готовится HVB. Готовится HVB. Кстати, отметь то, что... Хочу отметить то, что за Банан идет какая-то пассивная банка. Вот находит первый фраг для себя команда PIVA. Кидаться смог КТ. Прочитаться или игрок на ванеме, к сожалению, нет. На нахуй с пляжа. На нахуй с пляжа. Нахуй с пляжа. Получают по затылку. Живет игрок. Пиво на двойке. На единицы, на двойке. Не дает игрокам. Девять раунд. Игрокам из команды Орг пойти в сайт. Да. Да. Да, хуйню конечно, мы не делали игроки команды Орг. Вот они... В Миду очень важный был файт. Просто два человека в смуте стояли и смотрели друг на друга. Через второй митапсы хотят сыграть команда Орг. На шефте причем. Не торопятся. Собрал... Ой-ой-ой-ой-ой. Приговорили игрока команды PIVA, который собрал все инфу для своей команды. И вот уже идут перетяжки. Находят второй Open. Два девайса есть уже. И перетяжка за бананом. И понимают, что B запушили. Да. И ждет... Ждет этим что-то делать. Мексику ждет Андрей. Он еще не знает, что под ним находится игрок команды PIVA. Саждут ошибки. Курицу, курицу... Курица исполняет невероятное движение. О боже, что же она делает? Опа. Очень хороший дэмод. Не ведет Андрею. На пусть пляжа Ковчагина. Вся информация есть. Вся информация есть. Проигрывается файт в бойлере. Самый важный. Вся игра на... Дачники. Власт, лоу хп. Есть поэтому информация. Бомба лежит тут. 30 секунд. Да. Опа, информация появилась. Но это легкий хайдер. Было без шансов для игрока команды PIVA. Да. Пишет Лаки в общий чат, но мы-то все знаем, что он... Деморализирует. Игрок команды защиты... Игрок команды защиты ошибся. Он просто выдал свою позицию за бесплатную. Ну, игра посепенно набирает обороты. Трое игроков на базе B, и они просто... Они отдают банан. На банане. Они просто дают банан, да? Они отдают банан, потому что из ютила у них только смог. Да, ну купили, а смог не купили. Дается смог КТ. Прочитается ли в этот раз чел на посаде? К сожалению, нет. Разрешать ему выйти. Ну, или нет, пока что он выйти. И присходит легкий размет. Игроком команды ORF. Ставится дефолт пачка. Да, два в два в ситуации. Киты есть ли киты? Китов нет. Возможно, где-то в сайте. Возможно, где-то в сайте валяются, да. Нет информации. Очень странно. Один человек ретейкает, другой вот только-только прибежал. Зачем-то топает игрок команды пива, выдавая свою позицию. Байтит, байтит. Так, вероятно, дуэль. Второй хор есть. И, к сожалению, не успевает игрок команды пива обезвредить бомбу. И это присутствует команду ORF. Как говорится, купите дефы. Как-то был момент в моей карьере Counter-Strike играли мы фейсили. И Курю Банан, это мой любимчик в данном миксе. Заколил купить дефюз киты. Я это сделал. Послушал. А что, что ты покидашь игру? Я посвокил в эту. Добро. Заколил мне купить киты и тем самым выбил нам раунд. Опять втроем занимают банан. По каким-то очень поздным таймингам. Ларгус Кал ловит 50-2 хаешки. Что он делает, Ари Старх Майпаха? Ой-ой-ой. Продает. Ну как продает? Ну, не отдает врагу. Коллега, вы видели? Ситуация. Коллега, вы видели это? Это в прыжке. Это было. Это был невероятный фраг от Кости. Так, смотри. Мне очень нравится наблюдать за импровментом игры Кости. Потому что, помнится мне, каков был его скилл. Может быть, полгода назад. С каждым месяцем все лучше и лучше. Конечно. Больше играешь, больше умеешь. И шифтит игрок команды пива у себя на точке спавна. Да, потому что была информация, что чел в арке был. Он убивал его тиммейта. Поэтому он опасается. Думаю, что где-то близко может быть. Игрок команды орг в библиотеке. Да, скорее всего. Теперь точно заметил. Дал пройти ему на лонг. И нужно забирать калаши, сырить. Догих арендов нет. Тем временем, 1-5. В общем, как я и говорил, это легкое для орков. 1-5. Это хороший счет. Не так, что это хорошо играет. Хорошие счета были на скримах против профессиональных команд. Теперь они показывают то, чем мы научились. Осуждаем на всякий случай то, что написано в чате. Возможно, это какое-то зашифрованное послание. Я осуждаю. Три, два, раз. И начался раунд. Да. Сейчас посмотрим, что на банане будет. Или будет ли что-то. Наконец-то... Кидается молик. Наконец-то на банане 2 игрока. Очень плохой молик. Есть на ранце по машине. Вот снова трое игроков защиты начинают B. И просто отдают банан. Просто не кидает гранату туда-то чему-то. Делаются молики под поздним таймингом. Но... Нет, к сожалению, понимания у игроков команды пива, что данный выброс ютила никак не застопорит выход на сайт B. А лишь отсрочит его. А не факт, что они будут выходить. Они просто взяли контрол. Смог КТ должен читаться Део Матис на подсайле. Не читается игрок на гробах. Ну, а думаю, ему пасы дали в лицо. Неприятный тайминг, Клои, для себя. Ланос 1.5. Део Матис выдал свое местоположение прыжком. По нему теперь есть вся информация. Ил в Меду находит Владеларгус. Есть информация, скорее всего, у старины, что... Сема Део Некси от Войнишников пытается люркерить. И неудачно для себя пропускает игроков команды органа сайт. Его вообще не ждут. Но его вообще не ждут. Да, это не, это хорошо. А нет, смотрите, он чекается немного. Немного чекается. Опа, теперь информация появилась. Дабл килл. Но его, скорее всего, убьют в ухо. Да. И ситуация один в один. Информации нет. И это, кстати, два... Есть наедай флэш. Ой, 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 какой тайминг ловит для себя Андрей Корчакин. И... Это второй раунд для игроков команды Пио. Невероятно неудачный тайминг. Стал бы контролить. Если бы он занял оффэнгл, то, скорее всего, поймал бы. Дефуза не куплена, но раунд выиграл. Сэйвится рифла для команды 2-5 тем временем. Вот насколько я могу судить, при таких командах, при таких обстоятельствах, T-Side тут намного сильнее КТ-Side. Хочу обратить на невероятный HES-percentage у игрока команды Орг. Нахуй с пляжа игрока команды Пиво Делматис. Занимается банан. Прокидывается почта, но никого здесь нет, потому что это выход быстренно. Да, но, конечно, не это сделали. Наконец-то не это сделали. И сайт пустой. Сайт пустой, но, естественно, 2 игрока подмида мангает. Но надо пробовать, деньги вроде как имеется. Вот ли выбивать. Наконец-то команда Орг это сделала. Я поняла, что, ну, надо наказывать. Находят для себя фраг Райангос. И каков? Ланос. Открываются по всем позициям. В неприятной позиции находится Ланос. И это шестой раунд для лодков. Да, с преседания не пошел. По-моему, были преседания на трупе, но я не совсем верю. Возможно, возможно. Но если что, каждый другой знает, каждый найден, где, так сказать, каждый живет. Думаю, они решат эти вопросы. Хочется сделать вот так и посмотреть. Занимается АВП. На этот раз вдвоем Б играет. Играет вдвоем Б. И должны понимать, это команда Орки. Потому что... А нет, они делают то же самое. И возможно, это кончится все. Да и у Матис не смог перестрелять. Не читает Ларгус в смоку. Ему надо сейчас выходить и делать два фрага, но, к сожалению, он этого не делает. Боится, боится. Игрок команды Пиво. Не, я думаю, должны его читать. На шерте рефориста сейчас умрет. Да. Ну, увы. Амок, Амок выиграть своей позиции раунд для своей команды. Но побоялся. И ретейка не будет, потому что деньги-то и денег нет. Будут сейвиться девайсы. Да. Скопа в первую очередь. Скопа, насколько понимаю, на Б. Умираем Андрей. Андрей, нахуй, с пляжа Корчагин. Так это плюс 600. И также плюс рифла, хочу заметить. И плюс здесь и флешка. И еще убивает один девайс. Выбивается. Выбивается на банане, да? На банане и двое игроков сейвят. Но зато теперь, теперь есть информация о том, что у команды спереди есть АВП. И нужно от этого отыграть. Она и до этого была, потому что был произведен выстрел на банане, когда игроки проходили мид. Возможно, возможно. АВП бежит пикать мид, скорее всего. АВП бежит пикать мид, скорее всего. Одного в апсах убили, одного на Б убили и Б открыли. И слышал скоп, блангу. Да. Игрокомандург. Нужно забавить бомбу и просто уйти Б. Аккуратненько на шифте. Видимо, информацию игрокам на Б не дали, и поэтому они просто в сайте стоят и стреляют. Скорее всего, найдет для себя фраг. Не, ну нужно такого зажимать. Нужно такого зажимать. А это так и делается. С всех сторон. Нахуй с пляжа сейчас, скорее всего, словит плохой для себя тайминг. Два опена. Каких опена? Два фрага находят, если игрокоманды пиво. Да, но теряет... Удевают два девайса. Но теряет то самое АВП. Да. Но для него это не помеха, потому что есть второе. И сейчас АВП в руках старины. Да, но я сейчас, так сказать... Куда вообще АВП пойдет? На банан. На банан и пекать будет. 16 хп осталось АВП. Но для АВП это не особая проблема. Я думаю, они должны считать, что он на гребу встанет и просто хе туда закинуть. Если у них есть. Райан Гослинг. Выигрывает дуэль Райан Гослинг. Да, но, к сожалению, Ладе Ларгус в Клаб, так называемый, находит два фрага и раунд, скорее всего, закончил для команды террористов. Если только, если только... Они сейчас не... Что-то не придумывают. Невероятно. Они читают. Они читают. Так, услышал. Услышал, что он бежит. А он еще гигант свапнул. Это ошибка. Это ошибка. Невероятный раунд забирает игрок команды Орг. Я думаю, Ланосу нужно было просто ждать. Просто где-то сесть и ждать. Ланос немножко засомневался в своих силах. Лишком подозрительно, что человек так долго бомбу не ставит. Тем временем, еще одно ОВП покупается. И снова, видимо, бежит на банан. Нет, бежит оно на мид, но по очень поздним таймингам и не замечает игрока, прошедшего на банан. Но его быстро приговорил игрок команды Пиво. И сторона атаки готовит выход на А, но находит для себя фраг. Игрок команды Пиво в миду. Да, с ОВП как раз таки в миду. Читает игрок команды Орг игрока на козырьке, но, к сожалению, не хватает ему умений за контролем спрей. И остается 1-4 игрок команды Орг. Это третий номер команды Пиво. И насколько нам известно, коллега, 3-9 это играбельный счет. Потому что... Насколько известно, 3-9 это 3-9 курс, так называемый. 3-9 курс. Ни разу еще не... И сейчас очень важна пистолетка для команды Пиво. Если они проигрывают... Да, где четвертый, там и пятый. И потом еще один раунд проигрывают. Они, конечно, могут каждый раунд закупаться... Галилея Мия. Плюс первый армор? Да. Но хочется все-таки калашек и второй армор. Это будет выход для игроков на МИ, так в открытую. Есть информация, а там четверо. Четверо игроков на сайте А. Гоа Лонг. Давят, давят игрока команды Пиво. Орг на лонгу. Ситуация 3-4. И давят игроков команды Орг. Пытался посадить на нож. Игрок команды Пиво. И вот он. Первый нож за игру. Первый нож за игру. Можно было бы скинуть, бинго. Хороший фраг. Но не читают у себя в спине игрок команды Орг. Но даже информация от Топа Тонок не помогла ему засейвить броню на следующий раунд. И это четвертый раунд для команды Пиво. Нужно закупаться команде защиты, потому что не закупаться смысла нет. Я так думаю, будет пушмида. Я так думаю, будет пушмида произведен от команды. Но никакого ютила они не закупают. Но все идут на. Все идут на. Будет стака. Но это астана, да. Играют не по мете. Не делают бай на втором раунде. Нужно, я думаю, им рассказать. Но, к сожалению... К сожалению, это легчайший выход для команды атаки. И сейчас команде защиты нужно сообразить, что, во-первых, там на Б, во-вторых, где-то тут может быть игрок. Возможно. И в-третьих, нужно... В-третьих, нужно не отдать фраги. Можно просто засейвить. Део Матис выходит и просто фидит. Я впервые вижу такой интересный пик. Так, строит башню. Команда защиты. Я думаю, еще одного убьют. Да-да-да. Это провал. Два девайса нужно засейвить. Но главное калаш забрать. Калаш забрали. Формилку забрали. Очень, очень неплохой раунд. Они даже не закупились. Но все равно очень хороший раунд. У них на этот будет бай. И, возможно, даже на следующий будет бай. Если они проиграют. Сколько там лоцбонус будет? Две девятьсот. Но на две девятьсот можно что-то высадить из себя. Пидается хае в мид. С защитой. Второй мид бегут. Команда атаки. Молик в мид кидается. Но им в противовес кидается смок мид. Занимается болер. Плюс апарты. Извиняюсь, коллега, мне позвонили. Нужно было срочно отойти в офис. И это пятый раунд для команды пива. Тем временем. Пол бай у команды орг. Но, к сожалению, находит open frag Данил. Данил. Донг 666. Воробьев. Сейчас будет важный заход в спину. Вот нахуй с пляжа. Один мидл. Он слышал мид. Должен убивать. Да. Один в сайте. Последний игрок остался. Бомб валяется, насколько я могу понять, под апсами. Очень плохой тайминг ловит для себя Андрей. Нахуй с пляжа Харчагин и... Део Матис решил просто с ножом побежать. Думал, что все закончили. Пострелял по трупу. Это стандарт. Стандарт. И десятый раунд в копилку для команды защиты. Поприседай еще. Поросенок пишет. Игрок команды АТАК. Осуждаем. Поросят. За какой бан на турнирах от DCP? Точнее, BPC. Извиняюсь. От всех турников BPC. Готовится выход по D от команды АТАК. Двое находятся в яме. Двое игроков АТАК. Ситуация 4 в 4. Банан занят. Банан занят, поэтому один игрок с B стянулся на А помогать. Будет ли дуэль менту? Бомба пода. Хороший килл с пулемета, второй хороший килл с пулемета. Есть информация о бобсах и есть, я думаю, информация, что это бомба. Банан подпушиваться в идеальнейший тайминге. Сейчас в спину заберется персонаж. Да. И последняя информация есть примерно? Это одиннадцатый раунд. Или нет? Или нет? Нет. Ну тут пулемет. Одиннадцатый раунд для команды Орк. И слушайте. Я знаю, что этот игрок, именно этот девайс, очень долго тренировал именно на этой карте. Я думаю, что если бы у моего коллеги не было бы проблем с подключением, то это, возможно, было бы второе очко для команды Орк. И, соответственно, победа в финале. Второе очко. Опять. Так они еще первое, я даже не забыл. В этой же команде также трое игроков занимают Банан. И это они угадывают. Это фаспуш Банан. А туда Молик прилетел. Там много Моликов. Еще один Молик летит. Но его потушили. Все красные игроки команды невероятные, невероятные файты. Тридцать секунд с начала раунда. Ситуация от 2 в 2. Да. Лоу ХП. Еще Hyundai Gets. 1.6. Просто топ, это его сейчас заберут. Да. И бомба выпала. Есть информация. Ага, не попадает. И попадает. Ситуация 1 в 1. Но есть бомба, есть информация. Минута времени. Очень много времени. Занимает наиболее выгодную, по его мнению, позицию для себя игрок. Защиты, но не угадывает, к сожалению. Но слышит, слышит игрока команды атаки. Но промахиваться, это шестой раунд. Копилку для игроков, команда пива. Команда соперника совершила ошибку, побежав просто втроем пушить банан. Но, видимо, там не очень хорошо кинулись гранаты. Не очень хорошо пострелялось на банане. Поэтому они даже смогли уравнять. Пулемет будет принимать банан. Если они побегут. Пулемет в позицию убойной. Тем самым, смотри, смотри, где нахуй с пляжу находится. Он сейчас просто похоронит. Не читает. Одного. Не читает игрока. Мексики. Ну, слишком, слишком поторопился. Поторопился. Смог еще минут, секунд пять бы точно лежал. Нужно было бы еще одного найти. Тогда уже попытаться убить. Один с два ситуации. Ну, это, скорее всего, седьмой... Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Неожиданная ситуация переходит в один-один. А что делать-то реально? А что делать? А что делать-то реально? А что делать? Вот неожиданно появляются шансы. Там в офлэнгли очень хорошем стоит. Но, возможно, дачник его первым увидит. И просто сможет убить. Ну, для дачника, для дачника это правое. Невероятный, блядь, тайминг ловит для себя Тео Некси. Тайминг-серец невероятный. А что он делает? Куда он забирает? Я раздефузить сначала надо. И он не успел? К сожалению, игрок команды не успел. Или успел? Нет, успел, успел. Успел. Ну, там на тоненького, конечно, было. Очень на тоненького нет. Да, не лошел. Он зашел. Нет? Нет. Он зашел. Нет. А я не дает. Мп пауз гейм, по-моему. Да нет, но сейчас это не поставишь. Ну и сейчас игра уже закончится. Там раньше было не пауз. Наверное, свитчиц надо включить, а я не... А, ну да. Пауз матч. А то в следующем. Это в следующем. Ну да. Ну а следующего уже не будет. Или будет? Может, это клатч 1.4? Минута времени есть. Правда, бомбы на руках нет. Михалыч у нас с концами. С чьими концами? Да. И вот так заканчивается матч. 13-6 счет, как я и говорил. Ну и ладно. У нас такой турнир. На сторону. В-планта. Просто рэм-фуды будет. Одного убивают. Второго тоже. Но это легкий, легкий выход. Теперь главное отдефать. Главное отдефать ретейк. Да, но там одни дабл-береты. Они могут нормально так раскрутиться. Ой-ой-ой-ой. Очень интересно. Понапливаете игроком команды Boomer? Невероятный хэдшот ставит. Протежа Донка, но, к сожалению, ловит в ебало от Ланоса 1.5. И это первый раунд для игроков команды Пиво. Будто бы... Будто бы Пиво не должно было этот ранд выигрывать, но что-то пошло не так у команды. Ну, нужно было занимать аппэнглы. Ну, не смогли плент отдефать. Но единственный человек, который я это делал, это был Boomer. Boomer знает смок в окно. Попрошу заметить. Ну, это очень сильное преимущество. Ну, это да. Но, к сожалению, он не попал. Смок на мету и... Ситуация в 3-3. 20 секунд прошло после раунда, ситуация уже в 3-3. Да, и смотри на... На хп-команды... На хп-команды... На хп-команды... Орг. Да. Опозорен был Дэо Матис, но в общем, все как всегда. Нет информации о том, что может быть справа и... На нож. Нарезать, я думаю. На нож. Эх. Нет, наверное, не будет. Поменял... По приседал. По приседал 250 рублей. То есть по 90 на галереи, который 1800 стоит. Так, к слову. По наблюдам, мы за игроком команды Пиво. Именно Ланос. К сожалению, это что-то он... Ну не помогает. Ну не помогает. Ну ладно, что-то слишком... Ой-ой-ой-ой-ой. Но больше два фрага, да. Так сказать, что, к сожалению... Продает его игрок Дэо Нексия, но... Он, так сказать, отчистился. И ловит для себя еще один фраг. Ларгус. И должен простреливать, должен простреливать, но... Не знаю, это такой возможности игрок команды Пиво. Точнее, Орг, но все равно. Или это Пиво? Блядь, Пиво. Все правильно. Пиво, Орг, непонятно. Ну с этими решафлами, да, конечно, да. Ты представляешь, просто за какие секунды были оформлены все бумаги? Да, да. Ну это менеджмент невероятного уровня. Менеджмент невероятного уровня. И завтра мы с вами узнаем, за какую же все-таки сумму уговорили команду Бумера перейти. Возможно, это аренда на один матч. Сука. Да, в этом матче все решится. Но пока что ведут команды защиты. Бумер не раскрывает свой потенциал. Занимается мид. Смок в окно опять мажется. К сожалению, не тот тикрейт сказал бы Бумер, играя в обычную контру, но все мы с вами знаем. Но тикрейт это теперь интересно. Да, с секретом теперь ситуация интересная. Будет ловить хаер ладаларгус. Ой, хороший, хороший. Хороший, хороший. Но не читается, по-моему, игрок, который будет обходить мясо. Ну, скажу честно, игрок команды защиты просто уснул. Део Матис? Да. Он не знает про игрока в КТ. Он может догадываться. Он, возможно... И Райан Гослинг. Райан Гослинг один в три. Против двух авиков и Галину. Это что такое? Ты видел? Как залетело. Ничего себе. Вот это да. Здесь информация по одному из игроков. Но открывается спиной. Да, о втором. О втором, я думаю, он догадывается. Ко второму? Нет, я думаю, он не догадывается, но не читает тайминги. Пикает и умирает. Но неуверенно, неуверенно. Легкий фраг для Андрея нахуй с пляжа Корчагина. И это четвертый раунд для команды пива. Это правда, это правда. Но стоит отметить, что защита тут... Будто бы сторона посильнее. Но карта КТшная. Потому что за атаку сложно мид. Несмотря на то, что сделали им по плюсу одной секунде из-за этого респауна. Карта все равно осталась КТшной. Конечно. Готовится выход под Б. Да, прямой просто... Просто победит. Все правильно делает игрок команды Орк. По первым таймингам заходит в мясо и делает... Фраг. Но зачем-то начинает шифтить, а не разменивает. Наверное, два-два ситуация. Промахиваться с моком. Да, смокомная. И да. Прошил бы сейчас смок. У-у-у, как же Бумер делает, как же он это чувствует, как же он делает. Он сейчас по-твоему ролик, как минимум, он. Слышит. Ну что информация есть, нужно просто было не умирать Рейн Гостингу. И возможно это будет нож. Возможно это будет нож. Возможно нет. Испугался за раунд. И это первый раунд в копилку орков. Да, это правда. Осуждаю лысые головы. Ну, как обзывательстве. Но одобряю лысых. Смок в окно попадет сейчас или нет? Давай проверим. Летит, 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 летит. Попал, попал, но игрок команды его застопил. Но, тем самым отдался. Курю, дачнику курю бананы. В БСАйте один игрок. И посмотрите на его ХП. И посмотрите на его ХП. Да, информация есть, примерно. В этом? Но. Распереживался, распереживался, не прицелился, решил сразу же ЛК нажать. Ну и решил сыграть в рулетку. Ну и выглядит как второй раунд до команды его. И отдаёт АВП. И отдаёт АВП. Но за атаку АВП, скажем честно... И она не сейвится, вот она не сейвится. Нет, она засейвилась. Нет, она... Кем? А, стариком? Да. Ну честно, за атаку, за АВП у тебя мало вариантов. Это либо тебя подсадят на коробку на Б, на рампе. Либо ты просто... Тебе отобьют штаны, и ты будешь просто осмотреть. Потому что в медуз АВП... Ну... Да? Убили, кстати, люркера в штанах. Забрались на руган. Ага, АВП идёт... Реализуется АВП. Находит фраг, да. Находит фраг. Находит фраг и пустой бассайд для... Пустой бассайд. Для стороны атаки. Но не уверена в себе команда... Орг. Нет, они просто идут... А нет, всё-таки сейвить. Нет. Нахуй с пляжа пытаются зайти в мясо. Откидываться ему смог. И что же будет? Ждёт, так сказать, перетяг... Не перетяжку, а сейв. Ирок страны защиты. Хочется просто фраги. Фраги налутать. Лос-бонус всего 2400. Нужно... Налутать фраги и выйти выбить девайс. Убиваю девайса. Ироки команду пива. Ему нужно в тайник будет пикнуть. Но он даже не пикает. Он просто стоит. Он просто умер. Я думаю, случились какие-то сетевые неполадки у игроков. Нужно посмотреть, он двигается. Он закупился. Да, он закупился. Не ожидал немножко такой ситуации. Не просчитал. Не просчитал в этот момент. И просто умер с Калашниковым. Но всё-таки хочется обратить внимание на знание раскидок. Игроком умер. Смог, кстати, попал. В этот раз он лёг. И опять для себя находит опенфраг игрок команды Орг. Но тут же они теряют преимущество. Гумер умер, к сожалению. Аристах разменивается с Ланос. Да, и Б-Сайдз зашли. Тем временем, хочу обратить внимание на Райдн-Бэсфилы. Невероятно. Это люркер нового поколения. Это люркер нового поколения. И забирает АВП Андрей нахуй с пляжа Корчагин. Это спасительный ган. Тем временем 4-4 счёт уже равный. Попрошу заметить. АВП с АВП за защиту поприятнее, конечно. Да, и это будет АВП для игрока Ланос 1.5. Ну если он пойдёт в мид, то я думаю, ему не надо идти в мид. Нет, это АВП не для него. Это АВП для Деонекси. И он идёт в мид. Его сейчас просто засмочат. И спрашивается, зачем ты мид шла? А, вот там-то, да? Ну, неопытный игрок. Не, ловит. Сразу видно. Смог не кидается. Смог в мид не кидается, и поэтому атака лёгкий фраг делает. Ну, решили остановить. И вот он, вот он первый фраг. Да, агрессивно АВП играет, просто ничего не будет. А тем временем, если ещё одного фрагмента сайта найдут, нашли, да, этим времён ещё 2 в 2. Ставишь шампачку в дефолт. Я думаю, есть, я думаю, вся информация по игрокам в защиту есть. Да, нужно сейчас чикнуть КТ. Промахиваются игрок защиты, и есть информация, скорее всего, что игрок в мясье. Нет, нет информации, она сейчас будет. Очень странно, по-моему, информация вся была. Дёргается мячка. Нет, 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 нет. Хороший охотеет, нет. Слишком, слишком поторопился. Пятый раунд для игроков команды пива. Пиво в защиту. Да, коллега, вот этот бой поинтересней. Вот это уже, как говорится... Борются не за приз, а за звание лучшего. За респект. Невероятная битва за респект. Откидывается очень долгий смог в окно. Не учатся на ошибках. Игроки защиты не откидывают смог в мид. Но они, скажу, вот я увидел, они только хаги откинули, и всё. И дали молик. Молик. Дали молик после опенфрага. Ну, это не считается. Смок не кидается. Непонятно почему. Вообще непонятно. Я думаю, им нужно парочку демок разобрать. Ну, и готовится выход на А-сайт. Также люркерит игрок. Атаки на Б-сайте. Не простреливается. Злосчастная коробка на Иксе. Видит голову, но не убивает. Не позволяет разрешение. И ситуация 3 в 2. Открытый сайт. Донат. Донат слышно. Донат видно. Донат умер. И слышно игрока в миду. Мы слышали перезарядку. Возьмём на заметку. Информация есть. И... 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 Да. 5-5. Тем временем. О, боже. Какой же... Равный счёт. Очень много... Равная битва, но хочу заметить, что нет денег у стороны защиты. И, скорее всего, если... Не, ну на МПшке есть деньги, а тут, в принципе, пару близких позиций и всё. Но смог только у... Андрея, нахуй, с пляжа Корчагина. И... И... Смог в мид откидываться. Не бот. Он будет откидываться в А. И... Попущен Райаном Гослингом. Попущен Райаном Гослингом. И тем временем 5 в 3. Открытый Асайд. Ну, как думают игроки с стороны атаки. Ну, никто не ожидает трое игроков. Но тем временем бот сделан, скорее всего, OpenPAD. И БСайт открыт. Будет дана информация, что БСайт пустой и пачка перетягивается через ТСПАВР. И тем временем... Игруются игроки в Асайте. Да. Получают в лицо от Бумера Деонексия. И последний остался Деоматис. И Илья Деоматис Высоков. На нём информация, что-то есть, да. 5-6 тем временем. А с чего всё начиналось? 4-0 за сторону защиты. Мы нащупали свою... Да, нащупали свою игру атака. И опять нет денег у стороны защиты. Нужно, скорее всего, им стакать Б. Потому что готовится выход под Б. Полный набор гранат покупает Илья. Я хочу посмотреть, как он их использует. Так, Молик. Молик против фастпуш штанов откинул. Не попал. Ну ладно. Тьмок в руках. Дал смок. Всё по таймингу. И туда хайя. И убежать просто. Пушат игроки защиты мяса вдвоём. Но останавливаются на полпути. Тем самым отдавая рампу. А там уже на... Вышли. На пустой сайт. Не справился Деоматис с этой работой. Получил. Не справился. Это седьмой раунд. Я остался единственным нахуй с пляжа. Получаю. Раунд для атаки стороны. Да. Вот смотри. Атака нащупала свою игру. Но сейчас будет свап старом. И может всё быть не так, так сказать... Не так радужно для них. Очень хочется посмотреть на пистолетный раунд со стороны атаки. Да. Что они будут делать? Смотри. Покупается смок. Флэшка. Я думаю... Я думаю... Да. Пи-то-фифти. Я думаю, это будет выходная со смоком в сити. Винница смок в сити. Флэш через дырку. А нет. Флэш вот такая вот. Вот моя. Тихо что-то. И уходит. Манатоки. Два в один размен. Занимается Темпл. Но Темпл тут же умирает. Два в два ситуация. Один Темпл, один Донат. Донат сейчас будет файтиться. Ой. Хороший. Очень хорошо вырубил. Хороший, да. Хороший и сочный хэдшот. Будет. И тот и другой. Дефать. И смотри. Смотри, смотри, смотри. Какая ситуация. Первый пистолетный раунд тоже был выигрышным для стороны атаки, но... Защит. Атаки. Ты же помнишь, они прошли в плент, поставили пачку, но ничего не смогли сделать. И первый раунд был для стороны защиты. Выигрышный. Пистолетный раунд. И сейчас все то же самое. Зашли на встать. Кстати, хочу отметить еще. Гуру-бананы получил в лицо одну пулю, но у него осталось 100 армора, и он за 350 докупил себе каску. И кайфует очень богатый. Запушил мясо, очень быстро бежит. Очень быстро, очень быстро. Бумер, это минус 4, это минус 4. Будет он создавать? Это минус 4 для... Это минус 4 от Бумера, да. Двух в миду, двух на ремпе. И идет игрок атаки в мид. Нет, он идет на... Нет, он идет в мид. Или в на. Нет, на, на. Или в мид. Есть информация, байтит, байтит. И убежал. И сейчас убьет его. И это эйс. Это эйс, первый эйс. Первый эйс за игру. За эту карту. Да за игру, по-моему. За игру даже, да, в целом, за серию. Поздравляем игрока с стороны защиты. Тем временем 9-5. Улыбаю команду атаки. ППшки будут быстро куда-то вылетать. Очень хороший молик дал Бумер. Фичный. На Б будет вылетать. Им дует молик. Очень сильно подгорает. Тогда ХЕ еще кидается. Не, не. Ну это не вылетит. Это не вылетит. Ситуация 2 в 4. Пытается ставить с бомба. Пытается ставить с бомба, но... Нужно было до конца ставить. Не замечает. Не замечает. 1 в 2. Двери от Ган. Бежит сити. Он не слышит. Его просто пропускают. Его пропускают. Просто выпускают. Но они понимают, что он близко. Надо ставить пачку. У нас это фуллсейв. Но это не совсем фуллсейв. Но пачка поставлена. И шанс выиграть есть. Если найдет фраг на бомбиле. Твой корово тоже слышит. Эх. Но, к сожалению, не хватило. Лишний стрейф влево сделал. Из-за этого... Ну да. Спрей паттерн пошел не туда. И спрей паттерн пошел не туда. За стенкой оказался... Да, да, да. За стенкой оказался бомбер. И через стенку с МП-9 особо не постреляешь. Невероятно точно подмечено, коллега. Невероятно точно подмечено. 10-5 тем временем счет. Фуллбай у команды Атаки. Хочу заметить. Игрок команды Атаки. А именно Ладаларгус. 8 клап. Не купил ни одной гранаты. А ему и не надо. А ему и не надо. Ловит тем временем игрок защиты. Умер. В случае игрок Атаки. И разменивается. И ситуация резко. 2 в 1. 2 в 1. По информации есть по последнему игроку. И опять в клатч ситуации остается Андрей на пляже Корчагин. Пачка лежит на респе. Он ее подбирает. И у него есть минута 15. Есть много времени подумать. Какую-то информацию собрать. И куда-то выйти. На его месте я бы шел на А. И просто в секунде на 15. Убивал бы игрока. Не надо. Ну. Можно и на 15 убить. Можно и на 30. А можно на 30. Главное чтобы хватило времени все позиции. И вот у вас сейчас будет дуэль. Важно дуэль. И к сожалению. Невероятно. Неприятный тайминг. Ну немного не так. Он пошел штаны распикать. Нужно все-таки по правой было. Чтобы не открываться под плен. Ну при повторном просмотре записи стрима. Ну я думал он разберет, разберет этот реплей и сделает выводы. И в следующий раз будет играть лучше. И не будет проигрывать. Мы наблюдаем за игроком Курюбананы. Ой первый. Как же хорошо он не хватит с измоги. Даже смока не пугает. Невероятно размин происходит в мясе. Да. Мясо занято. Один на рампе. Умирает Андрей на хуй с пляжа Корчагин. Ну ладно. Так и не выжил. Тем временем делает. Так и не вышел он из этих штанов. Но посмотрите на хитпоинт. На хитпоинт игроков. Очень покоцанные. Причем все. Кроме Кирилла Шергина. Вора в законе. Да. Очень хорошую позицию. И информация плохо далась. Не понял Ладар Лакус 8 Клаб. Где находится его оппонент. И поэтому на хитпоинт. Что эта игра совсем нет для Ланос 1.5. Но давайте будем честны, что Бумер. 23 на 8. Лысый пьяница, блять. Соло закрывает эту карту. И причем ничего сверхъестественного не делает. Даже смок не пидает. И все, и это... Ууу, как его вырубил. Ты видел? Да, да, да. Очень жестко было. На 2 в 2 ситуация. 2 в 2? 2 в 4 может? И опять Клач Министр. Андрей Корчакин. Клач Министр или просто Байтер? И на этом закрытке заканчивается игра. Поздравляем командворк. С победой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok